Сухой остаток на столице ФМ для лиц старше 16 лет. Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире столица ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, 14.20 в Москве почти что. И у нас впереди с вами чуть больше полутора часов разговора на экономические темы. На экономические, на все, что составляет нашу повседневную жизнь с экономической точки зрения. Сегодня в очередной раз поговорим о том, что происходит с отечественной валютой. Доллар за 50 рублей. Миф или реальность, так мы назвали наш эфир. Но до 50 недалеко, поэтому скорее реальность, чем миф. Ну ладно, значит, еще раз повторю. Говорим сегодня, ну прежде всего, наверное, о том, что происходит с национальной валютой. Ну и, наверное, поговорим о более глобальных тенденциях. Представляю гостей. Итак, сегодня в студии «Сухого остатка» Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики «Профит Групп», руководитель компании «Аналитика Онлайн». Добрый день, Глеб. Здравствуйте. И в студии Сергей Козловский, руководитель отдела биржевого обслуживания «Гранд Капитал», руководитель аналитического отдела компании. Добрый день, Сергей. Добрый день, коллеги. Уважаемые слушатели, напомню вам. Телефон прямого эфира 909099,6, код города 495, сайт компании «Столица.фм». Как всегда, вы можете воспользоваться этими способами связи обратной и дозвониться, либо написать нам на сайте, задать свои вопросы или дать собственный комментарий. Так, ну что, будем отвечать сразу на вопрос «Миф или реальность?» или уже более-менее все ясно, Глеб? Ну, на мой взгляд, в этом году, наверное, все-таки скорее миф, но в следующем году, я думаю, мы вполне можем увидеть 50 рублей в доллар. В этом году целевым уровнем, на мой взгляд, является отметка 45. Именно туда сейчас спекулянты гонят наш доллар. Потом расскажешь, почему именно это? Хорошо. Какой кофейной гущей нагадал ты эту цифру? А, кстати, ну, наверное, не смотрели то, что сейчас происходит? Смотрели. Буквально открывал график перед тем, как мы вошли в студию. Во! Рубль. 41,80. Так, на всякий случай. Более полутора рублей прибавляет рубль. Да, после хаёв. Как минимум на сообщение о том, что вроде как бы договорились, но мы, признаться, за эти годы привыкли. Договорились о чем? Только уточни, Сереж. Да, уточню. Как вы знаете, сейчас проходит очередной раунд переговоров. Газовые переговоры, естественно, Россия, Еврокомиссия, Украина. И вроде как договорились. Почему вроде как? Потому что, да, весть из полей каждые полчаса обновляются. Ну да, сейчас вроде как-то завтра переговорили. Сегодня, завтра и так далее. То есть реакция вот такая, действительно, сумасшедшая, спекулятивная реакция, может быть, именно на это событие? Да, почти 5%. Это весьма неплохое, скажем так, движение для любой валюты. Конечно, за один час, да, там чуть больше. Так, ну ладно, ладно, ладно. Это то, что происходит в моменте. А теперь давайте мы поговорим о том, что, в принципе, да, послужило причиной всех последних событий на валютном рынке. Почему падает рубль? Глеб, давайте отсюда. Ну, что касается падения российской валюты, то, конечно же, она в первую очередь связана с, ну, изначально с санкционной войной, развязанной между Западом и Российской Федерацией. То есть это был первый толчок дальше, соответственно. Очень важный крайний фактор для нашей российской экономики и российского рубля — это падающая нефть, которая долгое время мы привыкли видеть котировки нефти выше 100 долларов. Сейчас мы наблюдаем торговлю в диапазоне там от 84 до 86 долларов за баррель. Это нефть марки Brent. Ну, а в последнее время, последние несколько недель уже чисто спекулятивная составляющая есть в падении российской валюты, то есть чисто внутренние факторы. Это и то, что пришло осознание, наконец, к Министерству финансов, что тот бюджет, который сейчас принимается в Государственной Думе, он уже не соответствует той экономической ситуации, которая сейчас у нас в стране складывается, что уже придется резать какие-то расходы. Ну и, конечно же, газовый вопрос тоже немалую роль играет. Ну и то, что все-таки те санкции, которые были введены против Российской Федерации, их, по-моему, никто пока не планирует отменять и держат эти санкции как некий домоклов меч над нашей с вами главой. Оказалось, что скажешь, эти санкции в отношении никто пока не заметил. Нет. Нет, нет, заметили-заметили. Заметили-заметили, да нет. Я думаю, в следующем году заметим еще сильнее. Сереж, почему падает рубль? Ну, здесь сложно, во-первых, не согласиться с коллегой. Да, мы видим, что падение нефти на процент давало рост по паре доллар-рубль около 0,5-0,6%. В течение нескольких месяцев мы это наблюдали. Санкции, украинский кризис, естественно, прогнозирование необходимости секвестирования бюджета, все это не оказывает поддержки никакой валюте. Посмотрим на другие сырьевые, австралийский доллар, новозеландский, канадский доллар, которые также являются сырьевыми валютами, все они также находятся в глубоких минусах. Ну, и добавлю еще раз, что помимо сырьевого вопроса, конечно же, помимо санкционного вопроса, все-таки стоит задуматься и о причине, когда у твоих границ идет такой конфликт. Сложно говорить о каких-то позитивных моментах в экономике. Ну, и, соответственно, все это отражается на валютном рынке, как следствие, на курсе рубля. Смотрите, я сейчас, если позволите, отмотаю, ну, давайте, на год назад, что ли, да? И когда мы обсуждали перспективы национальной валюты, год назад буквально, да? Ну, не с вами, к сожалению, да, с вашими коллегами, то, в принципе, мы уже настраивались на том, да, что и замедление российской экономики, и, может быть, там, какой-то общемировой процесс, падение спроса на сырье. Политика Центрального банка уже тогда была, собственно, да, так фигурировала, да, в направлении того, что рубль должен быть свободно, конвертируемая валютой, значит, мы будем все меньше и меньше присутствовать на валютных торгах, там. И, тем не менее, вот, если, еще раз повторю, да, оказаться в этой студии год назад, мы ждали ослабления рубля, Глеб, да, но все-таки до каких-то разумных пределов. Я не хочу, конечно, сейчас в, как вам сказать, в этот хор свой голос добавлять. Я сейчас объясню, о чем речь. Сегодня в ленте, там, в социальной сети видел я неоднократно, значит, постили, да, как это правильно говорит, постят, постят в ленте, постят. Постят. Постят, хорошо. В общем, да, неоднократно, да, то есть ни один товарищ вспомнил вдруг, что год назад, примерно в это время, один из, ну, давайте так, топ-менеджеров Сбербанка говорил о том, что 35 – это вот предел, то есть дальше уже пойти не может, потому что, ну, никак. И не надо суетиться, что тоже, в принципе, верно, даже сейчас, наверное, это верно, да, не надо никакой паники, но 35 – это предел. И сейчас, как водится, да, вот мы год прошел и смотрим, вот, смотрите, какие топы, да, в этом самом банке, вот, сейчас уже, вон, почти 45. А год, ну, это же не совсем справедливость, вот, Сергей, да, потому что год назад мы могли предполагать только, учитывая вот это, это, ведь никто не знал, да, ни о вот этом глобальном макрогеополитическом, да, глобальном геополитическом кризисе, ни санкциях, ни так далее, там. Ну, естественно, факторы появляются не то, что там квартально, ежедневно появляются новые факторы, новые вызовы, ежемесячно публикуются статистические данные, не только по экономике нашей страны, но и по экономикам секторов, от которых зависят, в том числе, доходы компаний, государства в целом, населения. Поэтому можно, конечно же, предполагать на основе определенных факторов, ну, не стоит забывать о некой такой спекулятивной составляющей, когда мы говорим 35, называя некую, ну, извините за сравнение, цифру с потолка, пытаемся казаться гуру, если выстреливает, то, естественно, мы... А, я же говорил, если не выстреливает, ну, кто же знал, начинают вспоминать. Если не выстреливает, подождите еще, я знаю таких гуру, которые на протяжении многих лет предсказывали вот эти самые 45, да, я не побоюсь этого слова, где-то года с 8-го, с 9-го-то точно, если же не раньше. Ну, знаете, если кричать постоянно «волки-волки», рано или поздно, да, вот 45 появилось, и все, и мы гуру, конечно, сейчас. Ну, так я все-таки, ладно, бог с ними, с гурами, давайте вернемся к реалии. Итак, как сказал Сергей Глеб, да, постоянно появляются какие-то новые события, аргументы в пользу того или иного движения. Вот сейчас, если возвращаться к отечественной валюте, я так понимаю, аргументов за или в пользу укрепления рубля практически нет. Они абсолютно отсутствуют, на самом деле. То есть и пытаются там нагнетать страху на спекулянтов наш Минфин, ЦБ, говорят, что вот-вот где-то мы развернемся, что где-то мы нащупаем равновесный баланс. Но при этом, если посмотреть историю, то наш Центробанк и Минфин, представители Минфина в своих прогнозах ошибаются в 95% случаев. И это не что иное, как просто какие-то вербальные интервенции, которым совершенно никто не верит уже. Нужны какие-то реальные действия, а реальных действий рынок не видит. Вчера, например, были проведены первые аукционы валютных репо, и Центробанк предложил банкам полтора миллиарда долларов, говорит, возьмите, пожалуйста. А банки взяли всего лишь чуть-чуть там более 200 миллионов. Это говорит о чем? Что банкам сейчас просто выгоднее прийти на рынок и взять у ЦБ без залогов, без процентных выплат ту же самую валюту по рыночной цене. Это куда более выгодно. Куда будет выгодно, да, и куда более доходно. Ты, тем не менее, заговорил о каких-то реальных поступках, как ты сформулировал реальных действий, какие могут быть реальные действия, направленные на то, чтобы удержать как минимум падение национальной валюты? Да, на самом деле, наверное, никто эти действия никакие толком предпринимать-то не будет, по большому счету, потому как еще в прошлом году нам сказали, что Центробанк отпустит рубль в свободное плавание до конца 2014 года. И Центробанк настойчиво выполняет свое обещание. Думаю, это все состоится в самом скором времени. Просто, другое вопрос, что не очень удачное время мы брали. Вот если бы это был прошлый год, когда не было Украины, когда не было Крыма, когда не было санкций, и когда курс национального... Подожди, а когда они появились, и Украина, и Крым, и санкции, может быть, стоило немножко подкорректировать политику-то свою? Действительно, ты говоришь, не совсем вовремя. Давайте подождем тогда еще немножко. Ну, дело в том, что украинский кризис и санкционный кризис, он же нарастал, и сначала-то его никто не воспринимал как-то всерьез. А когда начали воспринимать все это дело всерьез, уже, на мой взгляд, просто стало поздно. Сейчас уже поворачивать назад уже просто поздно. Ну, и вернешься к сегодняшним событиям, Сережа. Укрепление рубля спекулятивно или нет? Тем не менее, насколько глубоко может рубль, насколько сильно укрепиться и надолго ли? Вряд ли я назвал бы это укрепление. Скажем так, коррекция в рамках общего движения валют мировых против рубля или падения рубля. Давно пора свыкнуться с тем, что раньше умножали на 30, теперь умножать будем на 40. Ну, я считаю, что в диапазоне 40-45 рублей мы будем теперь работать как в рамках некого коридора квартального или годового по доллару. Соответственно, по евро это плюс 10 рублей прибавляем, плюс 12. Что касается сегодняшних, еще раз, если возвращаться к ним, реакции рынка. Естественно, стоит отметить, что теперь каждая такая новость будет сказываться на рубле положительно или, наоборот, отрицательно. Пример, да. Сегодня, как бы, вроде, опять же, до слова такие договорились по газовому вопросу. Хорошо, дождемся вечера. Второй момент. Не стоит забывать, что выходные выборы, выборы в непризнанных республиках, ЛНР, ДНР и, соответственно, если очередная волна политического негатива со стороны международного сообщества на фоне признания нашим МИДом, нашей страны, у этих выборов произойдет. То в понедельник продолжается. В понедельник 43-50, 44 вновь. И здесь говорить об укреплении в сухом остатке до рубля рано. Откуда 45, Глеб? Откуда 45? Да, на самом деле, все же очень просто. Мы просто меряем какими-то круглыми значениями. Было 30, ну, скажем так, давайте вернемся, было 28 рублей. У нас у всех целевая, там, отметка была 30. Кругленькая. Потом, да, 35. Потом 40 все начали говорить. Сейчас 45, и российский рубль выполняет эти цели, к сожалению, для нас. Я просто думал, ты можешь как-то прокинуть уровни Фибоначчи сейчас расскажешь. 45, 61, 80. Сереж, ты тоже меряешь. Как цели-то появляются в 45? Цели появляются, как я с коллегой соглашусь сперва, на уровне так называемых психологических. Рынку, в смысле, да, в глобальном смысле рынку, потому что уровни, кому нужны, спекулянтам, потому что они туда какие-то свои заявки все время выставляют. У нас есть звонок, давайте пообщаемся со слушателем. Вадим, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте. У меня вопрос к вашим гостям. Известно ли им, насколько в процентном соотношении потерял рубль по своей покупательной способности? И насколько, например, по реальной покупательной способности уменьшивать пенсионеров, если они получали в среднем 12 тысяч, и средняя зарплата бюджетников на периферии, я не имею в виду Москву, если они в среднем получали где-то 30 тысяч. Сколько они сейчас будут получать по реальной покупательной способности? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ответим, Глеб? Давайте попробуем. Опять же, наши властные структуры, в частности, господин Улюкаев не так давно говорил, что размер инфляции, в первую очередь, покупательская способность зависит от той инфляции, которая есть у нас в стране. Господин Улюкаев, министр экономического развития, говорил о том, что мы в этом году не выполним цель по инфляции, инфляция будет больше. Я думаю, что в этом году будет порядка 10%. Но инфляция — это такая общая инфляция, которая включает в себя все товары, все услуги и так далее. Если же говорить про реальную покупательскую способность населения, которое каждый день ходит в магазины, каждый день оплачивает коммунальные услуги и так далее и тому подобное, я думаю, что цифры-то несколько больше. Реально, на мой взгляд, объективным фактором влияется бензин. Давайте посмотрим, насколько у нас подорожал бензин за последнее время. Вот, по-моему, примерно на столько же процентов, соответственно, мы теряем покупательные способности. То есть это как минимум 10-15% только в этом году уже, а год еще не закончился. А в следующем году, на мой взгляд, будет еще хуже, честно говоря. Сергей? Ну, я бы только увеличил бы цифры до 20-30, а так полностью соглашусь. Имеются цифры инфляции реальные? Да, действительно. Если говорить о инфляции, которую считают не Росстат, куда известно, мы включаем все-все-все-все, что пригодится и не пригодится. И делим, да, и средненькую циферку. Да, и средненькую циферку. Ну, не будем сейчас об этом моменте отдельно говорить. Если говорить о реальных, как вот коллега позвонил, да, о проблемах бюджетники, да, в принципе, это любого из нас касается. Посмотрите просто на продуктовую корзину и сколько вы за нее отдавали в начале года, сколько вы даете сейчас. Каковы были сезонные факторы? Если вновь возвращаться к простой потребительской корзине, посмотрим, сколько летом стоили те же самые, к примеру, овощи, да, было ли это сезонное снижение цен. Ну, как человек, который тоже ходит в магазин, да, это не странно. И ест овощи. И ест овощи, да, что еще, наверное, более интересно. 25-30% минимум, ну, а год, соглашусь, с Глебом еще не закончился. Вот, и сезонное повышение, зимнее повышение цены, оно нас только ожидает. Ну, и смотрите, тем не менее, да, мы это сможем как-то, точнее, логично привязать это еще и к курсу рубля по отношению к доллару. Все-таки мы... Конечно. Конечно. Падение российской валюты, это приводит к чему, в первую очередь, к тому, что дорожают импортные товары. А если зайти в магазин и просто посмотреть, откуда привезены те товары, которые... То есть большая, да, не будем говорить больше, но большая часть той самой потребительской корзины, о которой мы сейчас говорим, да, это импорт. Совершенно верно. И вот в конечном итоге, да, растет этот импорт в рублях, да, и растет все остальное, о чем мы говорили. Ну, даже если бы импорт выходил на второй план, не стоит забывать о том, что наши производители и ритейлеры под различным предлогом, что уже является, соответственно, предметом для работы фаз, да, любят заниматься повышением цен. Мы помним те, так называемые ценовые сговоры восьмого-девятого года, расследование по которым продолжалось потом не один год. Ну и сейчас, если смотреть там по регионам, если не ошибаюсь, в сентябре информация о повышении стоимости цен с Сахалина, с Дальнего Востока в целом приходила в районе там ста или ста шестидесяти процентов по корзине и по отдельным продуктам в том числе. Ну, это, еще раз повторю, это уже отдельные эпизоды, которыми обязаны заниматься фаз. Так, ясно, значит, ответили мы. Ну, я так понимаю, пенсии отдельно довыделять не стоит, я так понимаю, это все в тренде, да? Все в тренде. То есть реальная величина их тоже снижается, естественно. Тогда давайте вот еще вернемся, собственно, к разговору о валютах и о рубле в том числе. Одна из глобальных тенденций, по причине которой, наверное, да, еще и слабеет отечественная валюта, это укрепление доллара США. Может быть, стоит вспомнить, да, вчерашнее заседание Федрезерва, вот, некое веховое такое, да, какое-то мероприятие. Ну, давайте расскажите, Сергей, о нем. Ну, давайте о двух словах расскажу. Вчера состоялся пресс-релиз с двухдневного заседания Федрезерва США. ФРС заявила о сворачивании программы количественного свягчения, третьей, третьем раунде программы количественного смягчения. Соответственно, для, в среднесрочной перспективе все это оказывает и оказало уже поддержку доллара США. Подвели некий краткосрочный итог о том, что за последние шесть, пять, шесть лет программа количественного смягчения дала, третий раунд программы дал свои результаты. Рынок труда в США растет, экономические показатели растут, причем весьма серьезными темпами, если рассматривать уровень ВВП, снижение безработицы, отдельные тоже показатели по рынку труда. Ну и, еще раз повторю, рынок, судя по реакции рынка, который молниеносно отреагировал, в том числе товарные активы, товарно-сырьевые активы, золото, серебро, понимает, что как минимум в среднесрочной перспективе это продолжит оказывать поддержку доллара США. Если говорить уже о том, каковы реальные последствия в периоде года-двух этой программы количественного смягчения, здесь, да, это уже отдельный предмет для разговора, может быть, даже для отдельной передачи, потому что стоит понимать, что накачивание деньгами отдельных секторов экономики, это не всегда хорошо, или вернее, редко, когда вообще бывает хорошо. Ну и еще раз соглашусь, что здесь не только ослабление рубля, но и, конечно же, укрепление доллара США по всем фронтам, потому что не ко всем валютам стоит посмотреть на графики, ну для нас это кросс-курсы, да, евро-доллар, хотя в общем мировой практике это называется прямая котировка, те же самые австралийский и новозеландский доллар, что являются сырьевыми валютами. Ну то есть у нас вот команда какая, рубль это часть мирового валютного рынка, раз, да, против доллара он слаб. Дальше фокусируем группа сырьевых валют, да, сырье снижается, австралиец-новозеландец-канадец падает, рубль, естественно, тоже не может в стороне остаться. Еще одну группу я выделил, куда сходит рубль, это валюта развивающихся рынков, да, развивающихся стран, что там можем индийскую рупию, да, индонезийскую и так далее, и здесь у нее выбора никакого нет. Ну и самый, самый точечный прицел, это непосредственно рубль как валюта российской экономики, которая буксует, буксует, буксует и тоже никаких, да, у нее, так сказать, оптимистичных прогнозов нет. То есть по всем фронтам, да, если вот смотреть во все стороны, да, оснований для укрепления рубля не в греб. В краткосрочной перспективе они абсолютно... Что такое кратко... Хорошо, что такое кратко... Ну давайте так, в рамках месяц-два... До конца года, да, мы опять-таки круглые цифры любим, скоро Новый год. До конца года объективных факторов скорее всего не предвидится, чтобы они появились. А еще нас любит наше правительство, Центробанк на Новый год нам всякие подарки преподносить. Я думаю, что... А что за подарок? Я заинтригован. Что это может быть за подарок? Ну, если посмотреть на курсы валют в период новогодних праздников, они, бывает, очень неожиданно поднимаются. Именно в период новогодних праздников. Это по статистике за последние несколько лет. Да, это статистика за последние несколько лет. Достаточно просто посмотреть на графики, и все это, в принципе, видно. И население-то, по большому счету, население не тем занято, и под шумок вот такие подарки нам преподносит. А, нет. Ты, Сережа, такого подарка ждешь в этом году тоже, нет? Ну, я не рассматриваю, во-первых, это как подарок. Во-вторых, в преддверии и в течение любых праздников, особенно новогодних, в нашей стране они очень долгие, всегда происходит расширение коридоров, так называемые спреды, по валютам. Поэтому, как бы вы ни были макроэкономические характеристики, или какова бы ни была макроэкономическая ситуация, курсы действительно они всегда идут не в пользу потребителя, как раз-таки в том числе за счет расширения спреда, когда банк готов купить намного дешевле, чем он покупал еще вчера, и продать дороже, чем он готов был покупать еще вчера. Но это связано еще и с рисками, определенными рисками изменения валютных курсов. Именно в эти периоды, да? Потому что, как правило, в праздничные дни падает активность или ликвидность, как говорят, да, профессионалы. И банку таким образом страхуются, наверное, да? В том числе. Спасибо огромное. Давайте мы тогда прервемся на буквально 2-3 минутки, послушаем рекламу и потом продолжим разговор. Итак, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на столице ФМ. Говорим сегодня о ситуации на валютном рынке. Говорим сегодня об общей экономической ситуации в России и за ее пределами. Во многом говорим. В принципе, наш стандартный, наверное, такой рыночный эфир, который раз или два раза в две недели мы все-таки пытаемся каким-то образом провести. Напомню, сегодня у меня в гостях Глеб Задой, руководитель департамента аналитики Profit Group, руководитель компании Аналитик Онлайн. И Сергей Козловский, руководитель отдела биржевого обслуживания Гранд Капитал, руководитель аналитического отдела компании. Телефон прямого эфира 90 90 99 6, код города 495. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, у вас есть возможность дозвониться нам до нашей студии и задать свои вопросы. Собственно, вот мои гости так как-то достаточно, я бы сказал, самоуверенно, в хорошем смысле этого слова, да, и тем не менее дают прогнозы и, наверное, какие-то рекомендации от них мы сегодня тоже сможем добиться. Ну, а традиционно, наверное, продолжая наш разговор, традиционный вопрос, который всех нас всегда интересует, и не только аналитиков, а и нас, простых обывателей. В чем хранить свои сбережения? Кстати, о, давайте вот с этого вопроса мы начнем. Это вопрос, кстати, тоже достаточно часто встречающийся. Один из коллег мы вчера буквально ко мне подходил вот за советом. Я не смог ему этот совет дать, ждал вас. Сейчас вы расскажете, потом я ему передам. Значит, у него долларовый кредит, Сережа, долларовый кредит. Сочувствую. Сочувствую, да, это понятно, мы его давно уже сочувствуем. Но в том плане, что понятно, и он сам уже, да, понимает, что надо его как-то рефинансировать. Но то, что происходит сейчас на валютном рынке, да, никак не дает ему возможность эту перевести его в рубли. И вот что ему делать, Сережа? Совсем несколько непонятно, почему не дает возможность перевести в рубли. Потому что если рассматривать... Ну, потому что хочется, чтобы повыгоднее. Сейчас вот он, рубль все время дешевеет, дешевеет. И он хочет дождаться, видимо, когда он чуть подрастет, и тогда перевести. Я бы не рекомендовал ждать. Потому что даже если несколько укрепится, то, как вот мы, да, в первой части определили, 41-43. Это некая база, а дальше будем смотреть. Стоит понимать, что если на, в том числе, валютном рынке начинают происходить какие-то процессы, и мы были свидетелем 35 максимум, 38, нет, это максимум, 40, нет, это точно максимум, 43. И здесь наступает такой момент, когда начинают задумываться, и те, кто ранее ждал, бегут покупать, как известная мудрость, да, когда сапожник или мальчик, продающие газеты начинают говорить о валютах и акциях, надо срочно все продавать. Все продавать, да. Да, и наступает такой момент важный, понимание. Я знаю, что я ничего не знаю. Так вот, возвращаясь все-таки к сути вопроса, на мой взгляд, даже если сейчас, когда мы наблюдаем, да, 42-43, ну, скажем так, 41-43,5 в диапазоне по доллару курс, на мой взгляд, выгоднее рефинансировать, перевести в рубли, да, и уже избавиться от валютных рисков, не ждать, что будет 35-33, ну, как-то так. Я понял, Глеб. Ну, да, поддержу, что нужно посочувствовать, в первую очередь, конечно, человеку. У меня тоже немало таких знакомых, у кого долларовые кредиты, вот, и сейчас положение такое не очень у многих хорошее. Самое первое, что хотелось бы посоветовать, это воспринимать просто как опыт на будущее, что валюту, а точнее, кредит нужно брать, в первую очередь, в той валюте, в которой ты получаешь основной свой заработок, зарплату там, да, или доход от бизнеса. Ну, а если говорить о том, стоит ли рефинансировать, как-то, да, переводить этот кредит в рублевый, если есть такая возможность на нормальных рыночных условиях, под нормальную ставку и по нормальному курсу, сегодня нам рынок дарит возможность неплохую для покупок, для перевода, точнее. То есть, сегодня тот самый волшебный день, да? Да. Ну, не сказал бы, что самый волшебный, да, если бы мы об этом говорили еще месяц или два назад, то да. А почему я еще рекомендую сделать это, не затягивая, вряд ли мы увидим в ближайшее время снижение ставок по потребкредитам, только увеличение. Это может касаться рефинансирования, потребительского кредитования, да, вот буквально за 10 минут до эфира читал интересную статью о замедлении темпов роста кредитования и прочих моментов. Пока есть возможность, простой пример, взять под 16-16,5% годовых в рублях и рефинансировать кредит 10% в долларах, лучше этим воспользоваться, потому что, я думаю, 16,5% уже в следующем году будет. То есть, та самая эфемерная надежда, да, что все каким-то образом будет лучше, да, улучшится, не стоит к ней прислушиваться. Не стоит, да. Первому тезису мы возвращаться, если, еще раз, если говорить о глобальном тренде, необходимо понимать, что должно послужить для его разворота. Более того, на валютном рынке никогда, по крайней мере, на моей памяти не происходило таких ситуаций, когда долго растущий тренд по какому-либо активу, тот же доллар-рубль, евро-рубль, да, резко начинает движение вниз. Всегда, ну, сейчас мы немного в теорию перейдем, всегда существует достаточно продолжительный момент, в рамках которого наступает формирование, ну, скажем так, базы, когда формируется коридор, и валютная пара идет в этом коридоре. А уже потом, если конкретно к нашему ситуации посмотреть, полгода, девять месяцев или дольше даже наступает уже понимание, что да, ситуация улучшается, рынок сырья растет, санкции отменили, да, мы идем вниз. Ну, еще раз, таким долгоиграющим движением, на смену таким долгоиграющим движением никогда не приходят движения обратные. Но это касается не только валютного рынка. Нет, я вспоминаю, я с тобой соглашусь, конечно, но если говорить все-таки, да, о каких-то, может быть, редких примерах того, что бывает и иначе, не так, как ты рассказываешь, да, я вспомнил сейчас вот, например, восьмой год, когда все-все росло, 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 а потом в моменте буквально там взять тот же евро-доллар, да и что угодно можно взять. Сразу все резко развернулось и упало там достаточно серьезно. Но опять для этого должны быть веские причины, понятно. Для этого должны быть веские причины. Конечно. А сейчас мы переходим, да, все-таки к неким другим реалиям просто, да. 30-35 было там год назад, сейчас ситуация изменилась, везде она изменилась. И вот теперь мы получили 40-45. Теперь мы живем в этой новой реалии, потом, значит, что-то происходит еще, да, в лучшую сторону, значит, мы выходим вниз из этого диапазона, в худшую сторону, значит, пошли к 50 или куда там еще, к 70. Глеб, в чем хранить сейчас, сейчас в чем хранить? Сейчас, по-моему, безальтернативно просто. Хранить сейчас деньги нужно в валюте, однозначно. Ну, опять же... Ты ее даже не назвал, в какой? Доллар и евро, это не имеет большой разницы, только не рубли, да, то есть в валюте имеется, в иностранной валюте однозначно не рубли. Другой вопрос, каждый же человек, когда делает вложения в какие-то активы, он ставит для себя какие-то цели, что он хочет добиться. Если человек хочет просто сохранить тот накопленный капитал, который есть, а для многих, кто сейчас стоит и покупает валюту в обменниках, для них самая первоочередная цель — это просто сохранить свои сбережения. И если у человека именно такая цель, то нужно вспомнить рецепт 2008-2009 годов, который оказался самым действенным для таких инвесторов, это разложить в равномерной пропорции, в трех валютах и вложить под процент в банки. Все. Глеб, извини, я тебя перебью и хотел бы уточнение все-таки у тебя. Смотри, вот товарищ стоит в обменнике сейчас, да, какой-то, которым ты вспомнил. Он хочет поменять рубли на доллары, видимо, и задачу он преследует — сохранить свои сбережения. Здесь нет парадокса, да, вот у него есть 100 тысяч рублей. Для того, чтобы сохранить эти 100 тысяч рублей, от чего их обычно мы храним в первую очередь, да, от инфляции, он должен их куда-то поместить, разместить во что-то, в какой-то финансовый, ну, там, я не знаю, классический тренд, который им как минимум эта доходность обещает. Ну, сколько там, 8%, если верите, или 6% нашим, или реальную, там, какую-то чуть большую сумму. Он, тем не менее, идет в обменник. Почему? Ну, тут, да, перебью вас. Смотрите, многие же коллеги, которые идут в обменник, зачастую преследуют цель не просто сохранить, а как раз-таки за такое сравнение навариться, как говорят на улице, заработать на этом. Поэтому, если продолжить тему, то я считаю, что в настоящий момент лучше инвестирование, инвестирование в себя, в свои знания, когда ты не просто однобоко идешь в обменник, покупаешь доллары, ждешь, когда все стабилизируется и идешь продавать. А когда ты понимаешь, как это делается, что можно зарабатывать не только на росте, но и на падении, не только доллара или евро, рубля, но и других активов. Потому что рынок финансов, он многогранен, огромное количество фондов, огромное количество отдельных активов, не менее интересных, растущих и падающих на десятки процентов не в год, а в месяц. Поэтому, повторю основную мысль, на мой взгляд, сейчас в настоящий момент наиболее грамотная инвестиция это инвестиция в себя, в свои знания, если человеку опять же это интересно, интересно понять, как на этом можно заработать. Хорошо, а если ему, не знаю, неинтересно, ладно, или человек уже, я не знаю, старшего возраста. Если ему неинтересно, он должен выбрать квалифицированного финансового консультанта, который бы помог ему, если не разобраться в этом, да, как вы сказали, есть люди, которым это неинтересно, и хорошо это или плохо, я не знаю, но таких очень много. Необходимо выбрать квалифицированного консультанта, который поможет ему либо сформировать этот инвестиционный портфель, либо предложит какие-то варианты управления этими денежными средствами. Ну, то есть, я опять склоняюсь к тому, что идти бежать в обменник сейчас, да, вот решая эту задачу, это не вариант, Глеб. Все зависит от цели, я извиняюсь, что вопрос Глебу я ответил. Да, все действительно зависит от цели, которые ставит перед собой человек. Если действительно вот Сергей говорит о том, что нужно вкладывать свои знания, но действительно очень многих людей вопрос не стоит в том, чтобы там разбираться в биржевых каких-то спекуляциях, там, да, во вложениях в различные активы, они просто хотят сохранить свои деньги, хотят их приумножить и так далее. В этом плане поддержу, что если цель просто сохранить, можно, в принципе, пойти в обменник и вложить деньги просто потом, вырученные деньги, вырученную валюту потом просто вложить в банки под проценты. Желательно только в разные банки с учетом того, что происходит в банковской системе. Если же у человека есть задача заработать на этом и разобраться в этом, я думаю, что предстоящее время откроет для нас огромное количество возможностей для заработка на финансовых рынках, то, конечно, нужно вкладывать в первую очередь в себя, в свои знания, разбираться в этом. Тем более, что сейчас-то все очень несложно. А почему, кстати, опять ты интригуешь, да, предстоящее время откроет нас, ты что-то знаешь такое, чего не знают все остальные. Поделись, пожалуйста. Ну, вы знаете, я считаю, что следующий год будет намного более тяжелым, чем год текущий. Все те последствия, последствия всех тех событий, которые происходили в этом году, да, это и падение российского рубля, это санкционная война, геополитическая напряженность. Отголоски всего этого мы увидим в первую очередь в следующем году, где-то там в феврале, в марте начнется. И, соответственно, это ли не кризис? Это кризис. И падение нашего рубля сейчас более чем на четверть, это тоже кризис, на мой взгляд. А кризис, это, как известно, не только опасность, но и возможности. Эти возможности для нас открываются уже сегодня, и в будущем они будут только в большей степени. У нас еще есть, да, Сереж, у нас есть время, чтобы научиться, да, и эти самые возможности себе во благо повернуть. И тем не менее, к нынешним временам. Во что инвестировать сейчас, ну, если даже преследовать классическую такую, да, консервативную цель сохранить свой капитал? Есть вообще какие-то интересные финансовые инструменты или лучше воздержаться и действительно? Инструменты есть. Да, еще раз основной тезис повторю, все зависит от квалифицированности инвестора, ну, или, скажем, гражданина, который хочет в этом разобраться. А все зависит от сроков инвестирования. Вот, ну, если не сейчас не заводить отдельную тему, просто повторю, что это, да, это валюты, евро-доллар, ну, и в том числе можно рассмотреть фунт стерлингов, потому что все-таки британский фунт, на мой взгляд, он выглядит более предпочтительно, чем единая европейская валюта. И второй момент, несмотря на то, что мы наблюдаем более чем двухлетнее нисходящее падение тарно-сырьевых рынков, ну, и прежде всего рынка металлов, то если пересчитывать на рубли стоимость грамма или тройской унции золота, все-таки я считаю, что в перспективе полугода можно рассмотреть и так называемый ОМС или другие финансовые инструменты, связанные с металлами, которые также могут принести неплохой доход. Ну, и третье направление, если говорить сейчас о упавшей уже нефти, если говорить о некой базе, которая формируется по нефти, а сейчас на рынке все большее внимание обращают на акции энергетических компаний, нефтяных прежде всего компаний. Ну, то есть это, еще раз, да, валюта, металлы, ну, и более-таки спекулятивные инструменты акции от отечественных компаний, прежде всего нефтяных компаний. Глеб, ты во что бы рекомендовал сейчас инвестировать? Я бы выстроил цепочку следующим образом, то есть первое, как мы уже говорили, это валюта однозначно, дальше, как следует из опыта предыдущих кризисов, это, возможно, действительно, акции, но по поводу акций энергетических компаний, это сразу, хочу сказать, это не сейчас нужно вкладывать в акции энергетических компаний. Подождать, когда они... Однозначно, однозначно подождать. Если мы говорим о вложениях в какие-то акции... Я прошу прощения, ваш коллега из Дании, который был у меня недавно в гостях, он на самом деле говорит, что очень сейчас дешевая вся российская нефтянка, прежде всего, поэтому вот он, вот он, вот он. Вы знаете, у меня есть один мой хороший знакомый, который говорит, вы знаете, если сейчас дешево, это еще не значит, что завтра не будет дешевле. Вот, так что будет дешевле однозначно, можно подбирать, но я бы обратил внимание на акции еще компаний потребительского сектора. Посмотрите на акции Магнита, например, которая открывает по три магазина в день, и акции которого растут просто фантастическими какими-то темпами, это моя любимая акция на российском фондовом рынке. Нужно вкладывать именно в такие компании, в компании, которые растут. Ну, а дальше можно будет подумать о вложениях в недвижимости, которые, я думаю, в следующем году тоже явно подешевеют. То есть ты ждешь опять этого момента? Да, да. А как к недвижимости относишься, Сережа? Спокойно. Я не рассматривал рынок недвижимости как инвестиции. Связано это и с вопросами ликвидности, и просто в рамках работы финансового консультанта с вопросами, скажем так, выбора наиболее интересных объектов. Поэтому не готов сказать сейчас о том, что упадет, не упадет. Здесь нужно смотреть по классам. Это может быть жилье эконом-класса или, наоборот, премиум-класса. Необходимо смотреть непосредственно по географии, потому что в регионах, наоборот, можно говорить о отдельных регионах, естественно, нашей страны, о том, что рынок еще не дошел до того пика, в рамках которого потом наступает перенасыщение или снижение платежеспособности населения, и рынок начинает сжиматься. Возможно, столицу настигнет данная проблема, в том числе в рамках сопутствующего фактора, как вы знаете, введения налога на имущество, эти моменты, которые ранее обсуждались, в том числе в эфире вашей радиостанции, что заставит рынок получить дополнительные квадратные метры жилья, которые сейчас, скажем, удерживали до лучших времен, соответственно, все, еще раз повторю, зависит от региона. Если, допустим, коллега в этом больше разбирается, ему, наверное, лучше знать. Я здесь воздержусь от мнения, что касается инвестиций в рынок жилья. Так, друзья мои, смотрите, у нас полтора минуты осталось. Давайте подводить итоги, да, что же у нас все-таки в сухом остатке. Ну, возвращаемся, наверное, и к теме заявленной, и, собственно, в основном мы говорили о динамках, динамики национальной валюты, ну, и о перспективах ее. Итак, Глеб, давай с тебя начнем. Что же в ближайшее время и в среднесрочной перспективе ждать от национальной валюты? Ждем отметку 45 до конца текущего года. Это по доллару, ну, и, соответственно, по евро. Это где-то 56-57. Это до конца текущего года. А на следующий год прогнозировать очень и очень трудно. Не берешься, да? Не возьмешься. А вот дождались мы отметку 45, и что дальше? И радостно выдохнули, да? Это очень хороший вопрос. Вот она. Это очень хороший вопрос. Если вкладывали деньги в валюту, и была цель зафиксировать просто заработанных спекуляциях, можно, в принципе, и продать. Я не думаю, что мы двинемся дальше 50 рублей в такой, в какой-то обозримой перспективе. Сереж, какие у тебя? До конца года тоже не отрицаю отметку 45, а отвечаю на вопрос, и что дальше? А дальше держать. Держать, вновь возвращаясь к тезису, пока не ушли с рынка те факторы, которые способствовали этому падению рубля. Извините, смысл уходить из портфеля или скидывать данную валюту? Я понял. Спасибо. Спасибо. Глеб Задой и Сергей Козловский сегодня в студии «Сухого остатка». Спасибо, уважаемые гости. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.